Приветствую вас и, да, вы именно боитесь неудачи, ну, если как, конечно, у вас нет никаких проблем со здоровьем. Вы действительно боитесь неудачи, вы действительно чувствуете себя неуверенно, вследствие этого вы боитесь того, что у вас не получится, вы боитесь того, что все не пройдет так, как вы хотите, ну, и в результате, собственно говоря, вы, наверное, будете хуже о себе думать. И здесь начало, необходимо выработать правильное отношение к тому, что ваша бывшая девочка рассказывает о вас информацию на лево и на право, что ей движет, как вы это воспринимаете, как вы к этому относитесь, что это выставляет думать о вас, о себе точнее и так далее. Это первое. Второе. Вы говорите, естественно, я застыкнулся на этой проблеме. Ну, вот, не очень понятно, почему, естественно, вы застыклились на этой проблеме, если вы были пьяны и произошло все стонтально. Ну, вот, как бы, тоже не очень понятно это. Вот. То есть, что заставило вас засыклиться, то первичное призывание, оно на чем было? Ну, на том, что, например, у вас были прикуплены все чувства, или на том, что вы не обрадовали надежд девушкам. То есть, вот, непонятно здесь, а почему вы застыклились на этой проблеме, да еще и естественно. Как раз таки неестественно. Это как раз таки говорит о том, что вы, может быть, не очень уверены в себе изначально были. Потому что, ну, если бы вы были уверены в себе, ну, ну, неудача, ну, и что, ну, бывает, ну, в следующий раз обязательно все получится и все. Потому что, ну, если бы вы не сомневались в себе, вы сомневаетесь. И, может быть, проблема даже не в этом, не в том, что вы боитесь неудачи, а проблема, может быть, застык глубже, в том, что вы себя не принимаете, например, в том, что вы не уверены в себе, в чем-то. В том, что вы недостаточно ценностно и корректно себя относитесь, например. Это вот тоже важный момент. Далее, вы говорите о том, что когда доходит до интима, вы находите кучу предлогов, из-за которых вы не можете быть с этой девочкой, и в итоге расстаетесь с ней. Понимаете ли вы, что вы потакаете ее, потакаете своим страхом, во-первых, и потакая своим страхом, вы обещаете девочку, которые вы расстаетесь, потому что она не понимает, из-за чего вы ее бросаете. И вот, если вы стараетесь для себя этот момент определить, да, что вы делаете хуже ей, идете вы на поводу своих страхов, то это уже момент. Второй момент. Чего именно вы боитесь? Неудача. Чем эта неудача определяется? Если вы не будете пьяны. Да, эта девочка вас будет отпускать. Если вы будете расслаблены, там, чуть-чуть алкоголя, может быть, для расслабления, может, как раз. Если вы будете ей доверять, она будет доверять вам. Если вы не будете спешить, если вы не будете просто вот как у вас это произошло в первый раз, просто механически всяко, такого у вас не будет. Будет любовь, будет поцелуй, поцелуй, будут подарительная ласка. Все будет у вас естественно. Вы просто сами поймете, как захотите, чтобы все было именно так, как вот нужно. И все получится само собой. Понимаете? Но если вы встречаетесь с девочкой только, например, для секса, это не страшно. С девочкой нужно встречаться по любви. То есть видеть не только объект сексуального желания, но и при этом напрыть на некого человека, хотеть ее сделать счастливой, стараться для нее сделать что-то и так далее. И в этом контексте можно видеться довольно-таки во всех масштабах. Ну вот. Некоторые сексологи рекомендуют для начала, в таких случаях, буквально, осуществить принятие, ну, например, в ягоде, осуществить, чтобы у вас на первый раз было все в порядке, чтобы увидели, почувствовали, как это и так это. А потом уже у вас все будет само собой получаться. Вот. И еще я думаю, что если вы встретите такую девочку, которой вы будете дорожить, которую вы будете любить, которую вы будете уважать и с которой вас будет связано не только желание секса, но и любовь, взаимопонимание, уважение, принятие друг друга и так далее, вот этой проблемы просто не будет. Она, эта проблема просто растворится. И я хотел бы, чтобы вы это поняли для себя. Ну, уже что делать, решать вам. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Совершая свой ответ, мне бы хотелось еще раз обратить ваше внимание на то, что девочка распускает права слухи направо и налево. Как вы к этому относитесь, как это заставляет вас о себе думать, это, мне кажется, самая болезненная тема. Потому что помимо незавершенного действия с девочкой, вот, помимо этого, у вас еще, возможно, присутствует давление общественное, социальное на себя. И, как результат, подобные проблемы вас беспокоят. Значит, незавершенное действие нужно завершить за новостью, а отношение к левете вам необходимо изменить. Как? Ну, для начала, подумайте, просто подумайте. Просто подумайте, на начало, что заставляет девочку рассказывать про вас сто лет. Вот, просто подумайте и с этого начинайте свою жизнь, в которой нет страха и в которой нет неуверенности в себе, в которой есть только желание, любовь, духовность, свободность. И независимость. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Пишите, если какие-то вопросы остались. Если у вас появился отклик на мой ответ, если вам понравился, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.